Девушки отдыхают 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 А тут все номера, вот те, которые обычно, с которыми играли, выступали кирписты сборной Советского Союза. Вот это как раз польский арбитр Выццк, Ян Выццк и, соответственно, Рудольф Бакя на ваших экранах. Юхан Исков заполнен до отказа, 10 тысяч вмещала тогда эта арена, сейчас она совсем старенькая. Вот я даже не знаю, снесли ее или нет. Наверное, нет, еще она осталась, но там, естественно, после того, как прошел чемпионат мира 89-го года в Швеции, построили замечательную Глобин-арену, шикарная арена. Ну вот, с тех пор в Юхан Искове не проводились чемпионаты. Лученко уронили на лед, нет, свисток безмолвствует, значит, все без, соответственно, без нарушения правил. Карлсон, бросок! Отскок от борта, полагив под седьмым номером. Да, это не Цыганков, Цыганков позаявится через год, это Евгений Паладев, защитник московского «Спартака». Нету зимина на этом чемпионате, зато есть вот, появился, вот я Паладев уже говорил, да, Якушев под своим 15-м, тоже привычным. Яхт-15 же его в Канаде прозвали. А это вот как раз Рудольф Батя, арбитр, которого, я думаю, болельщики должны еще помнить по суперсерии 72-го года. Он там как бы от Европы был арбитром. Это Хокон Викберг, 10-й номер. Он в предыдущем чемпионате мира не участвовал, но теперь он в сборной. Небольшие изменения, совсем небольшие изменения в той и другой команде. Ну, хотя, если брать галкипера Коноваленко, вот он как раз вступает в игру. Ну, все-таки Коноваленко это знаковая фигура, как-никак двукратно липийский чемпионов, не кратный чемпион мира, Михайлов ушла от шайбы с крыта, Светберг. Светберг ему помешал, да, Михайлов не может сразу подняться, и тут же контратака шведов. Нет, это Коноваленко отбивает шайбу, которая летела в верхний угол, отбил ее, соответственно, своим вратарским длином. Это Стефан Карлсон. Два Карлсона выступают в сборной Швеции, Стефан и Арне. Ну, и два Юхансона выступают, Нильс Юхансон и Стик Юхансон, да. Брасу не в зоне Виктора Коноваленко. Коноваленко невысокого роста галкипер по тем временам, это было нормально, а сейчас, конечно, с ростом 168 сантиметров, очень трудно претендовать на место. Даже не то, что в КХЛ там, я уж не говорю про НХЛ, а даже в высшей хоккейной линии. Вот Япушев, 15-й номер. Вот он с шайбой. Нет, шайба покидает пределы зоны. Четвертый номер Валерий Никитин, это не Виктор Кузькин. Валерий Никитин, это второй его чемпионат мира, он не участвовал в 69-м, он не участвовал в Олимпиаде 68-го года, он один раз только сыграл на чемпионате мира 67-го года в Вене. Япушев, очень хорошая обводка. Да, Никитин под четвертым номером, он из Воскресенского химика. Тоже про него отдельный разговор, очень такой необычный хоккеист, я объясню почему. Вот Никитин, ну так пошел в обводку, чуть было шайбу, не потерял. 0-0, первая минута, конечно, напряжение. Наши очень хорошо провели этот чемпионат мира, опять очень крупная победа. Ну, я скажу, финнов обыграли 16-1, ничего себе, да? В 69-м американцев 17-2, а тут 16-1 финнов. Понятно, что у нас очень хорошая разница забитых и пропущенных шайб была. Ларс Никсон на ваших экранах, и вот дебютант чемпионата мира, дебютант сборной Швеции Томми Абраханссон. Да, нет вратаря, и у него вратарь, у него брат-блеснец Кристофер Абраханссон. Он не попал на чемпионат мира на этот, но они, как правило, выступали за сборную Швеции очень много лет. Вот Ромишевский, первый звено на площадке, всего три пятерки, всего три пятерки выступали тогда в играх, и поэтому, конечно, на смену они, именно поэтому они проводили более длинные, чем сейчас. Я так понимаю, что вот это сектор за воротами, потому что, смотрите, стоячие места. Так вот, насколько я помню, Юханесхов, там зрители в центральных, соответственно, рядах, в центральных секторах, они сидели. Бросок с неудобной руки. Стернер, нет, раньше Ромишевский. Начинает атаку сборной Советского Союза, передача в центральную зону, и Фирсов вошли в зону сборной СССР. Нет, тут же Шведы очень цепко играли. У них вообще-то хороший чемпионат. Они выиграли в первом круге у советских хоккеистов. Но, к сожалению, для них, и это, конечно, для них очень такая чувствительная была игра, чувствительное поражение от финнов, от соседей у них всегда. Такие были разборки, такие скандинавские разборки. Ну, тогда Озеров не говорил разборки, конечно. Скандинавское противостояние. Ну, и сыграли с чехословаками ничью. Вот поэтому такая разница в очках была. Фирсов кистевым бросает, хотя у него лучше всего получался щелчок. Пока, ну, вот один раз Коноваленко вступил в игру серьезно. Панквист. Неплохая кабинация. Нейсен бросает Коноваленко, вновь отбивает шайбу. Тут же ее подбирает Полупанов. С неудобной руки в среднюю зону, но такой безадресный пас. И проброс. Проброс, обратите внимание, теперь разметка совершенно другая. Центральный круг вот здесь синий, а сейчас он красный. Точки выбрасывания только по одной точке выбрасывания около синих линий. А советские хоккеисты уже играли все иностранными клюшками. Уже Мэкси никто не играл. Соответственно, либо финские, либо шведские клюшки. Канадских, по-моему, тогда не было. Хотя, да, есть вот клюшка Монреаль. Выход один на один. Михайлов, внимание! И Холкис что творит? Да, Холкис на высоте. Ну и смотрите, как встречает трибуны Михайловского успех своего братаря. Блестящий выход Михайлов. Но я бы еще отметил комбинацию. Да, вот этот знаменитый первый пас. Как говорили, армейский пас. А вот уже хороший момент, пока получится у Лонстрима. Паладик не позволил ему выйти на удобную позицию. И Петров. Харламов. Петров. Вложений нет ни игры. И решил Петров сделать передачу. Сделал небольшой замах такой. Показал фонкуста, что будет сам бросать. Сделал замах и сделал передачу на Харламова. Вот у нас небольшие стычки. Борис Петрович, конечно, Михайлов никому не уступит. Никому не уступит в таких вот столкновениях. Ленард Светберг на ваших экранах. Один из лучших защитников любительского хоккея в то время. Но он прекрасно себя и в 1969 году показал. И вот он теперь, соответственно, на чемпионате мира с 1970 года. Ульф Стернат подбадривает партнеров. Вбрасывание. Давыдов встает. Вот это, конечно, я очень удивился, когда еще смотрел чемпионат мира 1969 года. Чтобы на вбрасывание встал защитник. Вот такого я не помню вообще. По крайней мере в истории сборной Советского Союза. Хотя вот центральный нападающий Старшинов. Он причем вбрасывание очень неплохо выиграл. Я понимаю, вставали крайние. Вот тот же Фирсов может встать на вбрасывание. Чтобы защитник встал на вбрасывание. Да, вот Монреаль написанного на клюшке хоккеста. Это не канадская клюшка. Это финская клюшка. Просто у нее такое название Монреаль. Якушев получает шайбу в углу площадки. Не получилась передача. Ну и хорошо, что не получилось. Передача на пятак. Очень здорово. Клюшка играет. Хоккест прервал эту передачу. Андерс Хэдберг. Вот еще один новичок сборной Швеции. 20 номер. Андерс Хэдберг. Ему тогда на тот момент было 18 лет. Но, естественно, кто любит национальную хоккейную лигу. А точнее, в ВХА тогда еще была команда. Виннипек Джетс. Она потом в НХЛ перешла. И вот Андерс Хэдберг как раз играл вместе с Бобби Халлом. И своим соотвечественником Ульфом Нильсоном. Он еще в сборной Швеции пока не появлялся. Так, это должен быть проброс. Да, это проброс. Айсинг. Видите, все время диктор по стадиону объявляет проброс. Айсинг. Или офсайд. Он объявляет, конечно, офсайд. Анатолий Фирсов на ваших экранах. Один из лучших нападающих вот тех времен. Свой любимый одиннадцатый номер. И вот Анатолий Владимирович Тарасов на ваших экранах. Он всегда ходил. Он всегда стоял перед игроками. А не сзади, как сейчас тренеры находятся. Ну, а Чернышев в основном находился около калиточки, куда входили и выходили хоккеисты. Нет, перервалась эта передача. И ответная атака. Шведов. Это Стик Юханссон. Здорово, Ромишевский. Дотянулся в последний момент до шайбы. Ну что, опять проброс? Нет проброса, нет. Значит, было касание. Значит, было касание. Начинает Шведов свою атаку. Вы, наверное, обратили внимание, в паузах нет музыки. Да. Тогда еще это даже не представляли в любительском хоккее, чтобы во время пауз на оббрасывании звучала музыка. Это уже потом, когда приехали советские хоккеисты в Канаду на суперсерию. Они были очень удивлены, что органист в паузах играет всевозможные мелодии. В том числе Калинка. Да, было такое. Ромишевский подбирает шайбу. Пока смены нет, Полупанов раскатывается по центру. Векулов. Векулов очень техничный хоккеист. Очень блестяще сыграл на этом чемпионате мира. Бросок. Холмпис на месте. И, по-моему, закрывает зону Ромишевский. Да, все получилось. Полупанов, Векулов не пойдет в зону, конечно, слишком рискованно. Но вот его с ним не очень так вежливо обошлись. Никитин. Это Паладев. Да, седьмой номер Паладев. Евгений Паладев. Он в паре играет с Ромишевским. Раскатывается Михайлов. Нет, не точная передача. Шеггер перехватывает. Выход один на один практически. Нет. Все-таки Светберг успел подстраховать своего партнера. И чистым выходом один в зону не получился. Еще один бросок Петрова. Это уже Михайлов отличную передачу сделал на пятак. Правда, Петров бросал с неудобной руки. С неудобной стороны крюка, еще так можно сказать. Но, как правило, говорят с неудобной руки. Да, блестящие моменты были. Вспомним, и Михайлов вышел практически один на один. На один в самом начале первого периода. Харламов! Передача сделана Петрова. Но тут, конечно, Петрову очень сложно было бросить. Помеха была. Уже бросает Михайлов с неудобной руки. Также с ближнего расстояния. Михайлов за воротами. Передача. Нет, там все шведы перехватывают. Паладев. Ну, да. Сигляризирует Холкист, что у Харламова была высоко поднятая клюшка. Арбитр считает, что все было нормально. Ну, наверное, я с Холкистом соглашусь. Шведы проводят атаку. Ну, кстати, в первом круге сборная Советского Союза проиграла шведам 2-4. И Харламов забросил шайбу там, которую не засчитали. Опять-таки из-за того, что была высоко поднятая клюшка. Вот как раз Харламов на ваших экранах. Ханс Линдберг, 23-й номер. Первый его чемпионат мира. Вы знаете, этот хоккеист, конечно, уже гораздо позже. Но принесет много неприятностей нашей сборной. Потому что он станет в 1977 году тренером. Очень молодым тренером сборной Швеции. И на том чемпионате мира шведы дважды обыграют советских хоккеистов. Дважды. Ну что, опять выход хороший. Бросок этому айца бросал. Хоккеист на месте. Хоккеист на месте, да. Очень любили его, безусловно, болельщики. Все хорошо он сыграл. Ну и сразу, да. Хоккеист, Хоккеист это его прозвище у шведских болельщиков. Вот поэтому, когда вы слышали, Хоккеист, Хоккеист, это его так поддерживают уже персонально. Еще один бросок, кистьевой вновь Хоккеист. Не останавливает игру. Ларс Нейсон по правому краю проходит. Давыдов против него. Тут же Якушев пришел на помощь. Такая коробочка попадает. Ларс Нейсон, ответная контратака полупанов. Мальцев. И бросок. Никитин бросал. Валерий Никитин, защитник, подключился в атаку. Нанес бросок. Хоккеист в очередной раз спасает свою команду. Якушев на ваших экранах. Здесь он все-таки больше играет, чем на предыдущем чемпионате мира 69-го года. Там он так либо вообще не выходил, либо сидел на скамейке запасных в полной форме. Половина первого периода позади. 10 минут. Пока 0-0. Напомню, это матч чемпионата мира 1970-го года. Томми Абрахамсон. Я, как сейчас помню, Озеров называл его Абрахамсон. Да, и его брат Кристор Абрахамсон. Полупанов. Отлично выиграл вбрасывание. Наброс на ворота. Нет, не точно. Фирсов шайбу подбирает. Ну, так, знаете, не решился подключиться в атаку и Ромишевский. А Ромишевский не очень так любил. Старался более все-таки надежно играть. Ну, и Александр Павлович Рагулин на ваших экранах. Вот с этого чемпионата шлемы стали обязательными. Если еще в 69-м году сборная Чехловакии половина команды играла без шлемов. Александр Рагулин играл в шлеме, но без ремешка. Сейчас все это запрещено. Обязательно ремешок, обязательно шлем. Правда, еще, видите, разрешили конкурсу играть без маски. Но это еще на один год только. Через год уже и вратарям без маски играть будет запрещено. Викулов. Полупанов поправил к флангу. Нет, потеря шайбы. Пока ни одной из команд не удается открыть счет. Фирсов на месте защитника оказался. Фирсов очень много индивидуально играет. Вот передача. Слет уж полупанов поймал. Ну, здесь очень хорошо. Нильс Юханссон играет. Защитник номер пятый у шведов. Вновь Фирсов. Ремешевский. Фирсов хорошо прошел двоих. Ну, было похоже на подножку. Но, опять-таки, арбитры не зафиксировали нарушения. Паладев. Михайлов. Неплохой проход. Неплохая скорость. Бросок. Ну, не получился бросок у Петрова. Кексанул и шайба, как говорят в таких случаях. И вот, смотрите, да, чуть-чуть прижал шайбу Стерна. К нему подъехал Петров. Сразу же звучит свисток. Потому что тогда можно вот так было тянуть время. Тогда можно так вот смену было делать. Прижал шайбу к борту. Но надо не один, чтобы ты шайбу прижал. Кто-то к тебе из соперников подъехал. И тут же звучал свисток. Конечно, очень много было остановок в матче. Сейчас это все упразднено. Арбитры дают играть. Пожалуйста, хоть там вся пятерка подедет. Бывает такое, да, там по восемь человек, бывает, толкаются за одной шайбой. А свистка нет. Можно играть. Неточный пас. Но проброса нет. Потому что уже, ох, как Палладев-то ударился сейчас о борт. Ну, мужественный хоккеист. Вот может получиться неплохая атака. Михайлов смещается в центр. Решил сам бросить. Но так получилось. И Харламов к нему навстречу поехал. Стик Юханссон. Нет, прошу прощения. Это Стефан Карлсон, девятый номер. Ну, а Борис Михайлов. Он еще не капитан. Это еще все впереди. И Аркадий Иванович Чернышев в шляпе открывает калидочку для запасных. Звено Старшинова. Старшинов центральный. Соответственно, Якушев и Мальцев на этом чемпионате играет крайнего. Вот в 69-м году он играл с Фирсом и Викуловым центральным. Но это особенность Мальцева. Он может сыграть и крайнего нападающего, и центрального. Великий мастер Александр Мальцев. Тут даже и в принципе нечего говорить. Ханс Литберг отбирает шайбу у Якушева. Хорошо сейчас. Опять тот же Мальцев так ловко ушел от силового приема. Не поняли они с Якушевым. То есть динамовец, московский динамовец Мальцев играет со спартаковцами Старшиновым и Якушевым. Это офсайк, конечно, это положение вне игры. Брасывание вот в единственные точки, которые находятся перед синей линией. Вот это Андрес Хэдберг. Один из самых молодых. Вы знаете, он даже вот среди двух команд самый молодой. Он 51-го года рождения. С этим 18 лет. А, нет, Третьяка моложе. Третьяк моложе, конечно. Но, правда, Третьяк 52-го, но он в этом матче-то не участвовал. Неплохая передача. Мальцевый бросок! Это Паллади бросал. Не щелчком, кистевым. Все-таки тогда еще хоккеисты иногда старались меньше делать замахов. Ну, такие как фирсов, да, например. А старались бросать именно кистевым броском. Ну, вот, соответственно, Старшинов и Якушев. Брасывание пока 0-0. Звено Фирсова на площадку выходит. Конечно, звено Полупанова. По-центральному надо говорить всегда. Абрахамсон высокий, 188 сантиметров. Вот выше Абрахамсона только Арна Карлсон, 190. Ну, а у нас самый высокий был Александр Якушев, 190 сантиметров. Все остальные гораздо выше. Ну, и Коноваленко, конечно, очень невысокий вратарь, 168. Ну, Зингер, правда, был на 2 сантиметра всего лишь его выше. Третьяк уже высокий был. Третьяк 185. Фирсов. Сам пойдет. Да, пошел в гущу игроков. Нет, отобрали. Точнее, выбили шайбу у него. Стернер. Пусть ту по борту шайбу. С расчетом, что кто-то подберет. Нет, не подобрали. Рагулин. Не дошла шайба до Полупанова. Ларс не ездит. Ну, как всегда, он так любит из-за ворот раскатиться. Может получиться неплохая атака. Палквист. Здорово Рамишевский сыграл. Но все равно позволили добить. Тут уже помешал сейчас Рагулин. Очень опасный был момент. Уже добивал как раз у Стерна. Ну, Рагулин невозмутимый, конечно, невозмутимый защитник. Рагулин, помимо того, что ростом 185, он был самый тяжелый в той сборной Советского Союза. 105. Ну, и Виктор Коноваленко, я не сказал, из какого он клуба. Он из торпеда Горький тогда назывался. Сейчас торпеда Нижний Новгород. И всю карьеру Виктор провел только в этой команде. Как его не уговаривали? И в ЦСКА, и в Динамо, и в Спартак. Нет, он в Москву так и не переехал. Так там и остался. Михайлов. Михайлов, конечно, боец. Боец просто до мозга костей. Да, отобрали у него шайбу. Он тут же, как говорится, без прокатов играет. Сразу наступает в борьбу. Положения вне игры нет. Викберг. На пятак передача. И так, прямо, знаете, наотмашь. Это что-то такое из области хоккея с мячом. Арны Карлсен собрал. Михайлов. Харламов. Смещается в центр. Хорошее остановление. Бросок Петрова. Хомпис. Чудеса просто творит. Но комбинация была красивая, согласитесь. Ну, это вот как раз фирменный знак вот этого звена, вот этой тройки нападения. Паладев. Михайлов. Шайба покинула пределы площадки. Никаких ограждений. Вот только ограждения за воротами есть. А вдоль бортиков никаких ограждений. И очень часто шайба, естественно, вылетала за пределы площадки. Ну, и неудалений никаких не было тогда. Хея-хея. Это призыв шведских болельщиков. Лейф-Конкест. Ну, и выходит, да, вот смотрите, Ларс Нильсон появился с Линдбергом. Не торопятся какие-то, да, не торопятся. Вот смотрите, не в точке вбрасывания. А поскольку шайба вылетела за пределы площадки, вот с места, как говорится, вот этого выброса. Сейчас в последнее время только в стационарных точках вбрасывание проводится. Только в них. Якушев. Не совсем точная передача на Старшинова была. Вступает в борьбу Хедберг. Серия взаимных ошибок, взаимных потерь. Мальцев. Ну, Мальцев решил вот так вот бросить шайбу. Останавливает его Лейф-Конкест. Нильсон потерял шайбу, но еще и отобрал ее Мальцев у нее. Это офсайт. Это положение вне игры. Вячеслав Старшинов, обратите внимание, только этот хоккеист ремешок носил на подбородке. Это его, так сказать, знак был отличительный. В чем все шлибы, которые у него только были, он всегда на подбородке ремешок держал. Уже даже когда за ветеранов играл. Вот момент тоже был неплохой. Старшинов сделал передачу, Конкест прижимает шайбу. Рядом Александр Якушев. Да, к сожалению, сейчас Вячеслав Старшинов болен тяжело. На хоккей не ходит. Ну, насколько мне известно, у него болезнь Альцгеймера. Многих, к сожалению, многих и шведских хоккеистов вот из этого состава, и наших, соответственно, нет живых, к сожалению. Вот вы знаете, по-моему, сейчас вот эту шайбу подал, это, по-моему, как раз Кристофер Абрахамсон. Он третьим вратарем был на чемпионате мира, но вот заявку он здесь не попал. У нас запасной Владислав Третья под своей любимой двадцаткой. Хайдберг. Ну, трудно поверить, что такая передача пройдет. Вновь шайба покидает пределы площадки. Вбрасывание. Вбрасывание будет в средней зоне. Да, вот корреспонденты прямо вот тут сидели. А, в голову попало, в голову попало сейчас корреспонденту. Вот, я говорил, надо внимательней. Надо следить за игрой, хотя тут трудно среагировать, и расстояние было маленькое. Ну, наверное, сейчас окажут помощь. Тут и доктор команды рядом. Вот, вот не случайно эти все ограждения поставили. Не случайно за воротами, помимо пластикового ограждения, еще сетки высокие. Это все для безопасности зрителей сейчас сделать. Рагулин. Ну, его, конечно, не сдвинешь с места, это безусловно. Помимо того, что у него большой вес, он еще и отлично на коньках стоял. Бросок, и Коноваленко все-таки прижимает шайбу. Обратите внимание, площадь ворот такая полукруглая. Тогда вот это были, такая была разметка. Самый старший игрок в советской сборной Виктор Коноваленко 38-го, 1938-го года рождения. Давыдов 39-го, Никитин, кстати, тоже 39-го. Ну, остальные помладше, конечно. Да, посмотрите, какая разница у вратарей 52-го Третьяк и 38-го Коноваленко. Ну, Третьяк очень благодарен Коноваленко. Он неоднократно в своих интервью говорил, что он мне помогает. Вот Коха как раз, Коха International, клюшка называлась. Очень хорошая клюшка. Она уже, знаете, она с пластиком была, с эпоксидной смолой, все там. Все было здорово. Такие клюшки практически не ломались. Викулов. Ромишевский. Передача на Леона Полупанова. Ромишевский. Ну, трудно сказать, это передача была слишком она сильная. Шоберг. Ларс Шоберг начинает атаку. Неточная передача. Вновь приходится начинать Ларсу Шобергу от своих ворот. Юханссон не очень удачно принял шайбу. Ну, и Стерна. Фирсов успевает в оборону Анатолий Фирсов. Длинная передача. Ну, Михайлов шайбу принять не смог. И проброс. Проброс брос у меня. И обратите внимание, вот сборная Советского Союза сделала проброс. И хоккеисты пошли на смену. А сейчас команде, которая сделала проброс, смена запрещена. Ну, и Лученко Владимир. Это его второй чемпионат мира. Но если он в 69-м году выходил так от случая к случаю, то здесь он полноценный игрок сборной. Да, тогда не заявляя 4 звена. Это было просто исключено. 3 звена нападения и 3 пары защитников. Вот, то есть 3 пятерки. Разрешалось двух запасных еще иметь. Хоккеистов. Запасные. Да, Кузькина не было на этом чемпионате мира. Виктора Кузькина. Вот в этом матче запасной, по-моему, Шадрин и Мишаков. Ну, они даже, по-моему, не раздевались. То есть не в этом матче, а вот конкретно запасные на этот чемпионат мира. Михайлов брос в лицевой борт. Скорости, согласитесь, скорости, ну, мне так кажется, они не уступают нынешним. Да, может быть, не такие мощные броски, не так много силовой борьбы, как в нынешнем хоккее, но, с другой стороны, это первый чемпионат мира, в котором разрешили применять силовые приемы по всей площадке. В 68-м году Международная Федерация приняла такое решение, но вот только дело дошло до 70-го года, чтобы это правило вступило в силу. Ну, сейчас, конечно, не совсем прав Петров. Напрасно он так на Лейфа Холмфеста наехал. Он же ясно, что он с шайбу поймал, с шайбу зафиксировал. Сейчас, в принципе, можно за такой двухминутный штраф получить. Да, и причем формулировка, блокировка. Да. Ну, а тогда вот, пожалуйста, ну, так пожурили Петрова, особенно хоккеисты сборной Швеции. Вот, по-моему, выговаривает арбитру Ульф Стернер, капитан команды. Что это, атаковали нашего вратаря? Давыдов на брасывание вновь, защитник. Ну, вот, надо точно поставить, конечно, да, на за пределы круга. Проиграл сейчас брасывание Давыдов. Я так понимаю, это концовка последней минуты первого периода. Хотя я шведский язык не понимаю. Передача от Старшинова. Нет, Мальцева шайба не пришла. Вот Никитин все-таки закрывает борт. Силовое единоборство с Ларсом Нильсоном. И вновь брасан, вновь шайба покидает пределы площадки. Старшинов на точку встает. Кручь него Хедберг. Да, Хедберг, конечно, в Виннипеде зажигал. А они же потом, когда ВХА прекратила свое существование, вот как раз и Бобби Хал, и Хедберг, и Нильсон, они все еще и поиграли в НХЛ. И я вот сейчас обратил внимание, у Хедберга гнутый крюк. Все-таки загнутый крюк немножко. У наших все прямые. Все. даже у Фирсова. Почему даже у Фирсова? Потому что только Фирсову разрешал гнутым крюком играть Анатолий Тарасов. Только ему. Давыдов. Ницин. Потеря шайбы. Якушев. И как, буквально вцепился у него Линдберг. А тут еще силовой прием от Нильса Юхансона. Мальцев. Хорошо. Отобрал шайбу. Кому сделать передачу? Не успевая сделать передачу Александра Мальцева. Первый период завершился 0-0. Ну, есть возможность рассказать, почему этот чемпионат мира состоялся в Стокгольме, а должен был состояться в Канаде, в Виннипеге и в Монреале. Причем летом 69-го года был Конгресс Международной Федерации Хоккея. Канадцам разрешили включать в сборную 9 человек бывших НХЛовцев. Не действующих, а бывших, которые там в других низших лигах играли. Все вроде договорились, но вдруг Международный Олимпийский Комитет категорически запретил профессионалам, даже бывшим, играть вместе с любителями. В противном случае это все грозило недопуском на Олимпиаду. Вот смотрите, кто-то в голову бросил и Коноваленко говорит, ты чего, я же тебя прошу в ловушку бросать, а ты мне в голову бросил на разминке. К сожалению, не показали, кто это так бросил. Вот это тоже сейчас запрещено перед периодом между вышли хоккеисты после заливки льда. И вот видите, разрешалось вратаря немножко размять шайбами. Сейчас это и запрещено. Ну, сейчас же определенный промежуток времени можно отдыхать. Да, ну, по крайней мере, в КХЛ 17 минут. Ну, раньше было 15 минут перерыва. Если кто не успеет выйти команду, то получает малый штраф за задержку игры. Александр Мальцев на ваших экранах потрясающую игру на этом чемпионате мира показал, а это всего лишь его второй чемпионат мира. Ну, и не случайно, я уже забегаю вперед, скажу, Мальцев признан лучшим нападающим этого чемпионата. Да, Мальцев лучший нападающий, Светберг лучший защитник и Илонин лучший вратарь. Ну, Илонина мы вам не покажем, это вратарь сборной Финляндии. Урпа Илонин. Ну, тогда уж пока сейчас пауза, я вам скажу, как выглядит сборная, символическая сборная. Вот здесь, конечно, нужно отметить, что Коноваленко впервые в своей карьере попал в символическую сборную этого чемпионата. Впервые. Коноваленко, пара защитников Сухи, Светберг и нападающий Мальцев Недоманский в Финляндсах. И вот опять же, первый чемпионат, когда еще определили вторую символическую сборную. Это Холмфист вратарь, пара защитников Шоберг Абрахамсон и нападающий Нильсон Старшинов Харламов. Вот так выглядели две сборных. И опять шведы, соответственно, перед каждым периодом, вот они так вот, как Лилозеров, опять-таки, повторюсь, глянутся самим себе, что они отдадут все силы для победы. Пока 0-0. Ну и болельщики естественно их поддерживают. Шведам нужна только победа в этом матче. Ничья их не устраивает. Ну, наши хокисты более спокойные. Микулов что-то, о чем-то они переговорили с Михайловым. Ну и брасывание в центральном круге. Ну да, наши там тоже были болельщики, тоже кричали шайбу, шайбу, но их, конечно, было намного меньше, чем хозяев, чем болельщиков хозяев площадки. Проиграл брасывание Петров. Викберг, бросок! И ошибается Виктор Коноваленко между щитков. Шайба у него пролетела. Открыть счет в этом матче на первых секундах второго периода. Вот посмотрим повтор. Знаете, по-моему, был рикошет от клюшки по ладе. Давайте еще раз посмотрим. Вот бросок, замах сначала. Нет никакого рикошета. Что-то Коноваленко то ли не ожидал, что низом пойдет шайба, может быть, ждал броска в верхний угол. И Викберг открывает счет в этом матче 1-0. Пока все складывается неплохо для хозяев площадки. Вот Арнестр Трюнберг в очках. Да, вот это Арнестр Трюнберг. Ну, немножко, наверное, расстроен Виктор Коноваленко. Против Никитина силовой прием. Никитин. Давыдов. Никитин Давыдов. Вот такая пара защитников. Мальцев. Это Юхансон. Есть Юхансон. Ну, как, смотрите, сразу уложили трибуны. Конечно, сейчас уже непривычно, что нет музыкальных этих пауз. Потому что музыкальные паузы, конечно, здорово. Зрители, ну, знаете, как бы, забудят, можно, наверное, так сказать. Ух, ух, как сейчас покричит Тихонисков. И, как сейчас Давыдов сыграл, ошибся. Линдберг. Но чудом шайба не попадает в ворота. На этот раз Коноваленко сыграл очень надежно. Вновь не получается атака. Никитин. Мальцев, длинная передача, неплохо. Не смог Якушев принять эту шайбу. Да, и проброс. И проброс. Еще раз повторю, назову арбитров. Ян Выциск. Это из Польши. И Рудольф Батя. Вот как раз Рудольф Батя. Он из Чехословакии. Смотрите, мы просто в едином порыве сейчас болельщики. Виктор Полупанов. Да, еще два года назад он был вторым снайпером Олимпийского турнира. Три года назад он был лучшим снайпером, вторым снайпером чемпионата мира. Ну, а сейчас, конечно, бледно очень выглядел. Точно скажу, Полупанов семь матчей провел, три заброшенных шайбы и две передачи всего лишь пять очков. Полупанов неплохо так силовой обводку пошел. И сейчас это Фирсов. Да, Фирсов не смог забросить шайбу. Аж досадой крюшкой стопнул по льду. Стик Карлсов. Это офсайд. Конечно, это офсайд. Хотя недовольны зрители. Они считают, что все было в рамках правил. Ну, был офсайд, конечно, было положение вне игры. Конечно, вот стоп-кадр. Конечно, по тем временам это просто супер было достижение техническое. Чуть бы подальше нам этот стоп-кадр показали. Нет, был офсайд. Сначала коньки зашли, потом зашла шайба. Ну, особо шведы, видите, не спорят. Викберг, автор пока единственной заброшенной шайбы. Так, там пошел в атаку сейчас. Так, кто же у нас там? По-моему, Лученко. Да, Лученко. Но Лученко тоже очень мощный, физически сильный хоккеист. Владимир Лученко. Ошибка шведов в чужой зоне. Начинает атаку. Не совсем точная передача Паладьева. Вновь Лученко за воротами. Его Викберг пытается претинговать. Петров до Михайлова шайба не дошла. Устремился к ней Харламов но тоже до шайбы не дотянулся. Стернеру тоже шайба не досталась. Нильсон! А нет, это Светберг! Смотрите, защитник пошел в атаку. Ленард Светберг. Я смотрю, белый шлем. Думаю, наверное, Ларс Нильсон. Хотя нет, Ларс Нильсон леворукий, а Светберг правой руки. Вот я. Видите, как ошибся. Светберг уже в обороне. Уже вернулся. Михайлов хотел сделать передачу на Харламова. Нет, попадает соперника Варны Карлсона. Харламов Михайлов за воротами. Отличная передача! Петров! Сколько у Петрова уже моментов было. Вот половина матча еще даже не прошла. У Петрова очень много моментов было, пока Владимир шайб не забросил. Хотя в целом Петров очень хорошо провел этот чемпионат. У него 8 набранных очков по статистике. 5 заброшенных шайб и 3 передачи. Вышла шайба из игры. Брасывание. Видите, перчатки. Это не коронавирус. Это просто ну, видимо, не так тепло там было. Лайда все-таки холодно. Кокистам хорошо, они бегают, им не холодно. А те, кто сидит за судейским столиком, прохладно. но сейчас не совсем удачно играл Линдберг. Вот Нейсен. Вошли в зону шведы. Викберг. Передача на пятак, там нет никого. И смотрите, как Нейсен отработал назад, перехватил эту передачу советских хоккеистов. Ну, пока много ошибок в средней зоне причем, но много. Давыдов. Трудно принять такую шайбу Мальцеву. Вот Мальцев. Якушев. Можно играть. Чуть-чуть шайба не дошла до Старшинова. Опять высоко поднятая клюшка. Вот показывает арбитр. Это Давыдов на этот раз так сыграл. Да, Виталий Семенович Давыдов. Ну, Виталий Семенович, он входит, по-моему, по-моему, он почетный президент московского Динамо. Ну, там входит в попечительский совет. Олег Маркович Белаковский. Вот обратите внимание, вот там без формы, естественно, это врач, команды сборной Советского Союза, причем многолетний врач сборной СССР. Вошли в зону шведы. Нет, не позволили 12-му номеру Стивгу Юхансену брызг поворотом. Бекулов потери. Вновь приходится возвращаться назад. Ну, сейчас Рагулин, конечно, хотел обыграть соперника, но соперник и уступил. Вновь Рагулин, Фирсов, неплохая передача, и Полупанов с неудобной руки, а Рагулин зону закрыть не смог. 1-0 ведут хозяева площадки, этот счет их, конечно, полностью устраивает, но играть еще довольно-таки много. Фирсов, ну, вот так решил забросить шайбу в лицевой борт, и, смотрите, сыграл, отобрал шайбу Викулов, нет, тот же Фирсов отобрал шайбу, вот сетка, сетка, дополнительная сетка в воротах, таким образом гасился полет шайбы, тогда же не было арбитра в виде угола, и частенько бывало так, что шайба выскакивала, чтобы как раз она не выскакивала из ворот, повесили эту сетку. Она, конечно, помогала в этом отношении, но ее очень не любили вратари, потому что постоянно коньки застревали у вратарей. Да, ну вот Владимир Шапошников считает, что не сумасшедшая скорость, на шайба ходит, да, действительно, шайба действительно ходит. Ну, это вот комбинационный советский хоккей. Кстати, шведы, они в этом отношении абсолютно нашим хоккеистам не уступали, у них тоже всегда был очень техничный, очень такой, знаете, можно сказать, наверное, интеллектуальный хоккей, в отличие от финнов. Петров решил обыграть бросок. Викберг Паладьев и с ним Парри Лученко играет. Харламов уходит от Карлсона, тот пытается его удержать руками. Какой пас, а? И здесь, знаете, по-моему, Петров показывает, ну, как же так? Михайлов помешал своему партнеру. Конечно, Петрову удобнее было бросать. Он накатывался, ему с руки было, но, видимо, Михайлов его не заметил. А Михайлов, он тянулся до шайбы, а на вынтих руках сильный бросок не получится. Точный может получиться, а сильный нет. И к тому же ворот-то были, угол-то был пустой. Опять, к сожалению, советские хоккеисты, вот именно это звено опять, в который раз упустило очень хороший момент. Лунстряна будет бросать, да, бросает, и Коноваленко ловит шайбу. Ну, опять пытаются уже на Коноваленко провести атаку такую, ну, может, даже все-таки психологическая атака. Да, несмотря на то, что шведы счет открыли в самом начале второго периода, все-таки моментов, наверное, больше у советских игроков. Ну, еще раз, в очередной раз скажу, какие-то все-таки ненадежные маски были у вратарей. Это, я говорю, они от сотрясения мозга не спасали. И в частности, ну, пока пауза, почему еще так проиграли хоккеисты Советского Верховного Союза первый матч? Все хорошо было, один-один была ничья. И тут выход Ларса Нильсона, и, вы знаете, Коноваленко, ну, просто как футбольный вратарь, бросился в ноги, в коньки, бросился Нильсену, и Нильсен и мой тем самым коньком попал в переносицу. Сломал переносицу, сотрясение мозга легкое. Коноваленко увели с площадки, ну, не на носилках, он сам ушел, но все равно, и встал 18-летний Третьяков в ворота. Ну, я не хочу сказать, что Третьяков вот из-за того, что Третьяков появился в воротах, просто проиграл сборной Советского Союза. Просто шведы были сильнее. Но вот такое произошло в первом матче. Вот Валерий Никитин на ваших экранах. Тоже только, вот как Коноваленко только играл за Торпедо Горький, вот Никитин играл только исключительно за Воскресенский Хибик. Хотя тоже его очень звали в соличной команды. Я скажу так, Никитин самый результативный защитник среди защитников. У него одна передача и пять передач и одна шайба заброшенная. Но тут есть один момент. Ладно, сейчас будет пауза, я скажу, в чем тонкость. И бросок Никитина. Мощный бросок. Якушев за воротами шайбу подбирает. Юхансен его пытается вывить. Якушев делает передачу на Майцева. Хебберг. Ну, Фирсов теряет шайбу. Давыдов. Майцев. Простите, это не у Фирсов был, конечно, Старшинов. Вячеслав Старшинов. Да, он праворукий. Ну, его звено, да. О, хороший силовой прием. Все-таки остановлены? Нет, не остановлены встречи, конечно. Коноваленко же не прижал. А, там, по-моему, какой-то инцидент, а? Оффсайт. Оффсайт, да, зафиксировал арбитр. И Ларс Нильсон, конечно, этим недоволен. Ну, смотрите. Вот там швед. Ну, конечно, это был офсайт. Да, коньки шведа были в зоне сборной СССР. Шайба туда не вошла, но это уже по правилам считается офсайдом. Мерится офсайт по конькам, по расположению коньков. Ну, вот тот же Владимир Шапошников. Кстати, я скажу, это мой коллега, он комментатор. Вот он считает, у него, ведь, тоже такая была маска. только можно обклеивать было изнутри, чтобы помягче было. Да, я знаю туда поролон вратарей, но тогда маска была уже пластиковая, причем можно было купить в спортивном магазине. Белая пластиковая маска. Полупанов. Там сам, ну, Полупанов без скорости, конечно, разве можно обыграть без скорости? Ну, можно, если ты Павел Доцук, тогда можно и без скорости обыграть. Павла Доцука еще не было на свете. Павел Доцук родился в 78 году, 1978 году. Попадает под силовой прием Полупанов. Бросок Полупанова. Фирсов. Ну, Полупанов не в очень хорошей позиции был. Викулов на пятаке борется. Рогулин сходу бросает. Нет, шведы принимают шайбу на себя. Панквист. Ох, какой момент сейчас был. Это Стик Юхансон. Чудом там несколько сантиметров шайба от стойки ворот проскользила. Харламов не получился у него стольный проход. О, хороший перехват. Как чувствует игру Валерий Харламов, да? Вроде бы уже стал возвращаться назад. Внимание, бросок! Это Палладин бросал и Михайлов не смог шайбу переправить в ворота. Как чувствует игру Харламов, да? Вроде уже стал возвращаться назад и вдруг неожиданно остановился и блестяще перехватил шайбу. Арнек Карлсон, еще раз скажу, кто не смотрел нашу трансляцию, удивительно, Карлсон, Стик, Юхансон и, по-моему, еще один хоккеист играет в старых шлемах АБЦ. Это это тоже шведский шлем, но тогда они уже не модные были, тогда все в йофах играли. Вот третяк сидит на скамейке запасных, Тарасов что-то записывает. Шайбу, шайбу, слышим болельщиков советских. Петров. Ну, момент был сейчас. Но сейчас Петров извиняется перед хоккеистом. Попал он ему по ловушке. Ну, и хоккеист поехал на свою скамейку запасных. А сейчас это две минуты, друзья. Да. Извиняйся, не извиняйся. Причем, да, и формулировка удар соперника клюшкой. Ну, понятно, что, может быть, я не специально это сделал, Владимир Петров. Хотел добить шайбу, но она уже была в ловушке. Ну, вот так вот пальцы. Хотя, конечно, смотрю. Блин-то практически такой же сейчас остался, а ловушка, ну, совсем другая была. Сейчас смотришь, те ловушки вратарские, они напоминают немножко женские перчатки. шайбу, 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 мы слышали. Нет, все в порядке. Лейв Холмпест, ему нельзя меняться, болельщики не выдержат этого. Был случай, Холмпест не смог выйти, и у него спина болела. По-моему, это в матче с чехами было. И вышел его дублер Бэкман. Так вы знаете, у одного болельщика инфаркт произошел прямо на стадионе. Увезли в больницу. То есть он увидел, что играет не Холмпест, а Бэкман. И у него и случился инфаркт. Петров догоняет шайбу. Паладев, пока разворачивался Михайлов, Паладев сделал передачу, не видел эту шайбу Михайлов. Вновь Паладев. Петров. Неплохая комбинация. Лученко подключился. Харламов. Михайлов. Ну и бросок это Лученко бросал уже от сильней линии. Харламов. Падает Харламов. Все в рамках правил. Не будет свистка, не будет удаления. Чуть-чуть не успел Борис Петрович Михайлов. И бросок Паладева. Но попадает шайба в клюшку Торда Лундстрима. А это Викберг. Лундстрим. Петров атакует Викберг. За воротами Коноваленко сам будет бросать. Да бросает. Ну Коноваленко надежен. Ближний угол прикрыл. Ну и как реагируют сейчас болельщики конечно на эту атаку шведов. И вот так останавливается игра. Прижал шайбу и можно делать смену. Да вот как раз девятый номер Стефан Карлсон. Карлсон конечно высоченный. Хотя да сейчас 190 таким ростом никого не удивишь. И Арде Карлсон на ваших экранах тренер команды сборной Швеции. Еще сезон он поработает со сборной Швеции. В 71 году в Швейцарии проходил чемпионат мира. Там шведы очень неудачно сыграли. и Карлсона освободили от этой должности. Якушев Нейсен как быстро шведы переходят в атаку. Вообще открытый хоккей. Ну мне так по крайней мере кажется. Никто там в обороне в откат никто не играет. Смотрите как шайба стукнулась в металлический каркас закругление. Вот момент у Мальцева. Я думаю что Мальцев сам бросал. Ага не попал сейчас Давыдов. Рабишевский прошу прощения. Вот Давыдов. Вновь шайба у шведов. 1-0 шведы ведут решающий матч чемпионата мира 1970-го года. Это проброс. Проброс шайба будет брошен уже в зоне сборной Советского Союза. Виктор Полупанов на ваших экранах. Вы знаете Полупанов жив слава богу. Вот Викулова нет. Они одногодки 46-го года рождения оба. Викулова к сожалению умер в 2013-м. А Полупанов жив. Но он рано закончил. Очень рано закончил. Тарасов ему не мог простить нарушение спортивного режима. Вот его не взял на чемпионат мира 69-го. Если мне память не изменяет по-моему в 73-м году Полупанов уже закончил. Фирсов на точке бросования. против стернера. Вот опять-таки видите центральный Полупанов встает на точку бросования. Вот смотрите тоже Шоберг поехал менять клюшку. Сейчас это 100% двухминутный штраф. Это задержка времени игры. Запрещено так делать. Если у тебя сломалась клюшка брось. Но с расстановки на бросование ты уже не имеешь права уходить. Вот как тянули время тогда. А это тактическая чисто уловка. Подустали немножко шведы. Наседают на них советские игроки. Вот так лишний раз дать своим партнерам отдохнуть. Викулов очень хорошо обыгрывает. А ушел Фирсов уже с этой точки. На дальнюю штангу Викулов ему отдавал. Ну а тут еще и вот сейчас шайба опять у Викулова. Викулов конечно технарь был просто потрясающий. По технике ну вот наверное в этом составе можно его только с Мальцевым сравнить. Свисток вбрасывание. Абрахамсон. Вы знаете его брат играл вот Кристофер Абрахамсон. Он играл также в шлеме. У него полной маски не было. У него такая сетка была на подбородке. То есть защищала только челюсть. Да вот Стик Юханссон тоже играет в шлеме АБЦ. Еще раз повторюсь в прошлой трансляции я говорил сборной Советского Союза в АБЦ в этом шлеме никто не играл. в клубах играли а в сборной нет. Спапсы были белые но это еще более ранняя модель и вот Йоффы. можно играть Ремешевский сохранил шайбу в чужой зоне неожиданно упал сейчас Шовер без посторонней помощи мне довелось работать с Александром Юдиным на матче но он был моим экспертом в трансляции вот в таких случаях если киев без посторонней помощи поскользнулся падает Юдин в таких случаях говорил а резину не поменял но я наверное с Александром Юдином соглашусь Рагулин неточная передача успевает Ремешевский успевает вернуться а это офсайд это опять офсайд нетерпеливые шведские игроки так и норовят раньше войти в зону да ну вот подтверждение от Владимира Шапошникова в 73 Полупанов закончил вы знаете я последний раз Полупанова видел в таких грустных в грустной обстановке на похоронах Сергея Гимаева в 17 году я знаю всех лекистов в лицо прекрасно но тут все-таки знаете с 73 года он не играл я его Полупанова узнать не мог и мне по-моему Кожевников только подсказал что это я говорю а кто это я вижу что знакомое лицо а его знать не могу он говорит это Виктор Полупанов я вам скажу очень хорошо выглядит конечно постарел конечно седой но выглядел очень хорошо ну дай бог здоровья Петров Петров тоже к сожалению в 17 году умер от онкологии вот из этой тройки видите азин Борис остался дай бог ему здоровья но раньше он конечно погиб в автомобильной катастрофе Харландов 27 августа 1981 года очень конечно много задержек вот сейчас смотришь удивляешься просто но с другой стороны сейчас конечно хоккей более динамичный всячески международная федерация ну не только и НХЛ тоже правила корректирует чтобы меньше было затяжек вот Тарас что-то побеседовал с Чернышовым очень эмоциональный был на скамейке запасных просто бросок Никитин бросок не только на скамейке он в раздевалке мог устроить разгоняй такой да разнос нет проброс все-таки вот смотрите да конечно ни о каком гибридном пробросе тогда речи не было ну что ж 5 минут остается играть чуть больше 5 минут по-прежнему 1-0 шведы впереди звено Старшинова на ваших экранах вы знаете может быть вот еще почему Мальцев больше забросил шайб в этом чемпионате чем предыдущем ну помимо того того что он там был дебютантом просто все-таки Мальцев играл здесь смотрите вот какой момент Якушев за спину себе делал передачу Мальцев здесь играл крайнего а все-таки в том чемпионате он был центральным а на центрального еще возлагается обязанность помогать в обороне хорошо Давыдов нет это не Давыдов извините это Никитин был Старшинов неплохая скорость и Якушев ну Якушев один из самых молодых хоккеистов в той сборной был Васильев еще вот вспомнил я Васильев был на этом чемпионате но у него всего одна игра у Васильева только одна игра ее нет нет шесть игр но вот в этом матче он не играл я прошу прощения ни одной заброшенной шайбы ни одной передачи Паладев да вот когда закончит Игорь Ромишевский его шестерку сборной возьмет Васильев ну вот считают зрители что было удаление Якушев можно бросать да бросок кистевой хоккеист отражает шайбу щитком еще один бросок Никитина не точно да наседает сейчас сборная Советского Союза на ворота шведов шведы пока выигрывают шведы устали к концу второго периода явно устали Никитин посмотрите как он идет в атаку как Заправский нападающий Ларс Нильсон а вы знаете это не случайно потому что ну давайте посмотрим эту атаку Стернер вновь советских хоккеистов в атаке Харламов ух сразу трое на него набросились Михайлов передача Петрову Петров решил с неудобной так Петром сделать Петров но Хоккеист на месте еще Михайлов с близкого расстояния просто в упор бросал да сколько моментов и не пока ни одной заброшенной шайбы красиво Харламов играет обыгрывает Нильсона кому сделать передачу Палладиву Палладиву бросать неудобно плюс еще отбирает у него шайбу Стернер Панквест ошибается Панквест и смотрим Михайлов побежал вперед Петров бросок шайба в воротах вот ошибка Бьерна Панквеста привела пропущенной шайбе шведов как они не старались уберечь свои ворота от пропущенного гола вот смотрите ошибка Панквеста неточная передача причем он отрезал сразу четверых своих четверых своих партнеров и здорово Петров смотрите вышел на ударную позицию хотя пытались ему помешать четкий бросок в дальний от Канквеста угол причем на неудобной высоте и счет становится 1-1 но стало полегче стало полегче тут Ханквест ничего не мог сделать так кого выпускает сейчас ух смотрите что вот это про Тарасова говорю какой эмоциональный тренер конечно Анатолий Владимирович ну что-то Карлсон пытается что-то судейского столика выяснить ну что-то шведы какие-то претензии к арбитрам имеют наверное они посчитали что там был офсайт два арбитра друзья два арбитра они как говорится на все руки были да они голы засчитывали не засчитывали они удаляли с площадки и они же определяли положение вне игры конечно сейчас легче судейской бригаде два главных два лайнсмена Викулов внимание против него один защитник бросок неудобный гол как все здорово Владимир Викулов сделал причем как быстро две шайбы забросили хоккеисты сборной Советского Союза они выходят вперед проигрывали практически ну целый период проигрывали вот смотрите получает шайбу в средней зоне пошел влево катание замечательное и клюшки как уводит на неудобную по-моему хоккеист не ожидал по-моему он думал что сейчас Викулов будет еще раз обыгрывать соперника ну и защитник тоже по-моему вот этого маневра явно не ожидал и позволил бросить это за две с половиной минуты до окончания второго периода 2-1 сборная Советского Союза впереди опять что-то капитан шведов Стернер обсуждает с арбитрами причем по-моему арбитр приоштрафован Викулов Викулов конечно вот тогда было сложнее очки-то набирать сейчас даже вратарям записывает ну Якушев попал опять-таки по блину по ловушке точнее по ловушке Холмквисту Холмквист конечно же недоволен ох как сыграл да в таких случаях Озеров говорил сыграл как заправский теннисист ну Озеров сам просто был теннисистом очень высокого уровня он играл в футбол и был теннисистом знаете не соврать бы но он что-то по-моему 36-ти кратный чемпион Советского Союза по теннису ну имеется ввиду в различных вариантах там смешанных парных индивидуальных вот эти показал Коноваленко что был проброс но батя подождал пока вот шайба коснется бортика что-то там все какие-то выяснения отношений наверное это кто-то из директората интересная форма у арбитров да у судейской бригады вот у той как это говорят не судейская бригада секретариат Никитин мощный бросок Ларс Нильсон потерял шайбу тут же вступает в борьбу 2-1 впереди советские хоккеисты концовка второго периода вот бы такой счет остался бы на перерыв а Старшинов падает Старшинов все в рамках правил свистка не слышно и уже Карлсон теряет шайбу просто на ровном месте так а кому Мальцев сделал передачу Хэдбергу получается Хэдберг вновь Никитин Якушев Як-15 бросок ух как сложно было сейчас Хомкис по-моему в голову летела ему шайба но все-таки вратарь шведов справился абсолютно пропустил бы да в лицо бы шайба попала все это может быть вообще вот Лундстрим на ваших экранах вы знаете я уже тогда увлекался музыкой я знал что в Советском Союзе есть джаз оркестр Олега Лундстрима и я еще тогда школьникам подумал а это не брать или случайно Торт Лундстрим и Олег Лундстрим нет оказались они однофамильцы причем наш Лундстрим вовсе не швед Петров против Викберга на точке бросания Абрахамсон останавливает шайбу Петров ошибается серия таких ошибок Петров через борт безадрестная передача так последняя минута пошла последняя минута пошла второго периода Харламов хорошо шайбу подхватывает Петров но не уступит конечно Шеберг опытнейший защитник в ВХА он тоже играл в всемирной хоккейной ассоциации Петров вы знаете вы знаете по моему передачу делал Петров на Михайлов но в клюшку соперника попало так вот в ВХА в всемирной хоккейной ассоциации Шеберг провел очень много матчей так что у нас удаление по моему да Батя фиксирует Абраханс удалил да Томми Абраханс сразу скажу Абраханс лучше всех сыграл у шведов лучше всех среди защитников три шайбы и одна передача а среди нападающих лучшим самым результативным был Стефан Карлсон 6 плюс 5 у него ну что ж да вот Йофа ВМ это я так вам скажу это вторая модель вот эта ВМ вторая модель первая раньше она где-то в 66 году ее сделали в Швеции у нее затылок был такой более удлиненный вы знаете однажды мне даже удалось выиграть спор у самого Сергея Гимаева вот как раз мы по поводу этих шлемов спорили я ему говорю что а мы с Сергеем Гимаевым ровесники я говорил Сергей был еще один ВМ гораздо ранее более ранее но я выиграл спор я нашел фотографию и показал ему царство небесное Сергей Наиличев потрясающий человек у меня такая была голубая мечта с ним провести репортаж ну вот к сожалению не вышло Якушев Паладев сильный бросок не точно Фирсов Фирсов выходит четвертым нападающим видите большинство сборной Советского Союза это уже второй чемпионат подряд как только большинство Тарасов вот придумал смотрите знаете почему остановка у Старшинов расстегнулся ремешок и судья остановил вот сейчас бы опять-таки это было бы две минуты за расстегнутый ремешок а тогда просто остановка и вынесено бросование в среднюю зону да Фирсов выходил четвертым нападающим и находился на месте защитника Леова но с его броском то понятно кого еще выпускать да звучит сирена 2-1 вот с таким счетом победным пока для советской сборной заканчивается второй период друзья жду ваших вопросов пожалуйста если кого-то что-то интересует пожалуйста я готов ответить на любой ваш вопрос да вот у нас видите сразу же немножко даже начало мы пропустили третий период начался сборная Швеции проигрывает а их устраивает только победа момент Михайлов мог переправить шайбу ворота не получилось Фирсов а вы знаете это самое начало третьего периода мы помним что сборная Советского Союза оказалась в большинстве и вот это большинство перешло на третий период наших устраивает ничья шведов только победа шведы очень хотят выиграть у себя дома в Швеции они очень хотят выиграть чемпионат мира им это не удалось сделать шестьдесят девятом и вот подряд два чемпионата мира вообще конечно молодцы шведские организаторы подряд два чемпионата принять причем это не те чемпионаты которым готовишься это форс-мажорные обстоятельства шестьдесят девятый должен был в Праге проходить чемпионат мира семидесятый в Канаде но в Праге не прошел чемпионат мира по известным событиям потому что вот эти пражская весна шестьдесят восьмого в августе введение советских войск Чехословакии и просто международная федерация подстраховалась вдруг там беспорядки будут все Абрахансон на льду в полном составе шведы 2-1 ух Никитин сам упал Валерий Никитин ну вот неплохо Викберг играет ложный замах и поддается Никитин на этот ложный замах но у Викберга чуть-чуть не получилось Коноваленко прикрыл ближний угол но хитро сыграл Викберг Феды я говорю они очень техничные и скорости у них хорошие катание замечательное и они тоже могут хитро сыграть я хотел как раз с финами сравнить дело в том что финны вот вроде рядом страны а хоккей совершенно разный совершенно разный так получилось что финны привлекали канадских тренеров очень много потом уже стали появляться советские тренеры тот же Борис Александрович Майоров тот же Владимир Владимирович Юрзинов они конечно здорово помогли финскому хоккею в развитии но первые вот в тех 60-е годы в основном были канадцы ну и соответственно они им прививали канадский стиль а в то время канадский стиль был бей-бей бросок как Коноваленко вытащил а это палкнесс бросал из верхнего угла а мы помним в первом периоде как раз в этих же воротах Коноваленко находился тоже вот с верхнего угла выбил шайбу Нильсон Шведы конечно полные решимости сравнять но неожиданная потеря ну Фирсов так немножечко не совсем удачная передача на Полупанова ух тоже сейчас не успел по-моему стик Юханссон забросить шайбу с близкого расстояния да это Юханссон стик вышла шайба вышла шайба в среднюю зону Шерберг Лар Шерберг тоже к сожалению его уже нет с нами Арнестрюмберга нет Шерберг Фирсов потеря потеря очередная с Лютой играет неплохо Ромишевский ну это наверное у него навыки он же долгое время играл в хоккей с мячом а вот здесь Ромишевский ошибается Стернер и тут успел успел в оборону Викулов отлично отработал вот Фирсов и Викулов устремились в атаку поддерживает Петров пересменка получилась сейчас Петров появился на льду а Викулов с Фирсов еще не успели смениться вот они сейчас уже отправляются на скамейку запасных Петров не прошла передача Викберг Харламов как здорово в отборе играет да вот вроде бы техничный форвард быстрый а в отборе очень цепкий реакция хорошая вы знаете наверное вот в такой ситуации я могу Харламова сравнить с Доцуком Доцук блестяще руками играет вот именно в отборе ну он и в нападении хорошо играет руками но в отборе вот наверное столько шайб как отбирает перехватывает отбирает шайбу Доцук национальной хоккейной ленинге никто так не может сыграть Виталий Давыдов промелькнул на ваших экранах ну и Старшинов Якушев он 47-го года рождения вообще знаете интересно 2-го января такой урожайный день для нашего советского хоккея отечественного хоккея 2-го января в 47-м году родился Якушев в 49-м Лученко а в 63-м Олег Знарок вот все у них у всех день рождения 2-го января а у Гимаева Сергея первого было Старшинов Старшинов конечно Нильсон Линдберг прошу прощения Линдберг Ханс Нильдерг Хеттберг Хеттберг пока не очень заметен в этой сборной но это его первый чемпионат мира ну и согласитесь всего 19 лет парню конечно еще ну вы знаете вот Третьяк он стал чемпионом мира я уже забегаю вперед скажу он стал чемпионом мира вот на этом чемпионате после этого поехал еще юниорский чемпионат Европу выиграл ну понятно я думаю еще 18 лет не исполнилось бросок не получился у Старшинова Майцев какой проход внимание ух какой гол Александр Майцев всю пятерку практически обыграл да это конечно гений это гений Харламов гений и Майцев гений смотрите как здорово сыграл всю пятерку обыграл конечно шведы растерялись как друг друга стали держать а ведь теоретически мог он еще Япышев сделать передачу Япышев тогда вообще пустой угол забросил шайбу Майцев я вам сразу скажу Майцев самый результативный хоккеист 15 заброшенных шайб и 6 голевых передач 3-1 счет становится 3-1 ну шведам конечно сложно будет сложно будет отыграться особенно они явно подустали вот кстати я говорю что шведы не уступали не уступали нашим хоккеистам в технике в тактике в катании но значительно уступали в физической подготовке и тут конечно надо отдать должное Тарасову он конечно возвел вот эту физподготовку просто ну в какую-то в абсолютную степень конечно жалко хоккеистов что он с ними там вытворял особенно знаете на юге он на сборы вывозил в Алушту представляете летом в Алуште 30-ти градусная жара они там бегают с тяжелыми камнями прыгают а еще страшнее когда заставлял играть в баскетбол должны были друг друга партнера на плечах носить посмотрите вот так ну ладно Майцевов можно он там килограммов 70 весил не больше а кому-то ведь достался Александр Павлович Рагурин 105-то килограммов посмотрите вот так на плечи посадить Полупанов скорость неплохая а вот передача не точная на Викулова Рагулин опять Полупанов да первую шайбу Петров вторую Викулов и третью Майцев потрясающее конечно владение клюшкой я вот хотел про Викулова сказать вот удивительное дело друзья когда играл к спиртному не притрагивался вообще то есть вот как говорят в таких случаях я не знаю как в футболе но в хоккее таких называют режимщик ну третьяк режимщик был это понятно вот Викулов когда играл был режимщик и вы знаете как закончил начал пить причем с годами все больше и больше ему клуб предоставил место тренеров в спортивной школе ЦСКА в хоккейной школе ЦСКА потом его опять-таки за пьянство уволили оттуда и вот трудно в это поверить но вот олимпийский чемпион смотрим сейчас Харлама бросает нет хоккейс на месте олимпийский чемпион многократный чемпион мира Владимир Викулов ну перед смертью вообще бомжевал даже был бомжем это конечно ужасно это ужасно так это Стефан Стефан Карлсон в 13-м году по-моему в 2013-м году умер Владимир Викулов что у нас остается у нас по-моему 13 минут остается третий период решающий матч второго круга ну поспокойнее этот чемпионат прошел все-таки там я вспоминаю 69-й год когда там все на волоске висело и только по разнице забитых пропущенных шайб сборная Советского Союза выиграла чемпионат кстати в этом чемпионате сборная СССР потрясающе сыграла сейчас я вам скажу сейчас я вам точно скажу так где там а ну значит а 68 заброшенных и 11 пропущенных 11 шайб только пропущен вот третий на заднем плане Петров садится отдыхать и конечно защита отличается от предыдущего чемпионата мира в плане надежности вы знаете помню как некоторые корреспонденты критиковали защитников сборной СССР вот на этом чемпионате мира которые выступали дескать ни одной шайбы они не забросили как же так что это так так потому что защитники должны обороняться в первую очередь ну что толку вот сухи я вам сейчас скажу сухи 8 заброшенных шайб и 7 передач а сборная Чехословакии заняла третье место ну так что лучше лучше ни одной шайбы не забить защитникам зато выиграть звание чемпионата мира ну и потом 11 пропущенных шайб всего 11 за 10 игр за 10 матчей ну что ж 3-1 Никитин Никитин конечно здорово играет я вот как-то его не помню вот чисто ну по возрасту еще я вам все все хочу рассказать небольшой секрет Никитин универсал наверное первый универсал в советском хоккее который мог сыграть защитника и нападающего и я специально посмотрел статистику Никитин на этом чемпионате половину матчей провел в качестве нападающего а половину в качестве защитника и вот как раз там кто-то из советских защитников из советских нападающих получил травму по-моему Мишаков и Никитин вышел в звено к Мальцеву к старшиному Мальцеву и забросил одну шайбу это вот воспитанник такой тренер был советский замечательный Николай Семенович Эпштейн и вот они часто с Тарасовым спорили на тему перспектив развития советского хоккея вот Эпштейн уверял что нужно иметь универсальных хоккеистов а Тарасов я вот его книжки читал нет это не прав Эпштейн не прав зачем универсал который не там не там вот Фиксов яркий нападающий ну вот такого плана вот Тарасов вроде не признавал универсалов а на чемпионат мира взял взял Никитина и как он ему пригодился Никитин Никитин к сожалению умер давно уже умер в 2002 году Валерий Никитин так ну что-то так немножко остановилась игра и притихли болельщики в сборной болельщики сборной Швеции Юханна Хлося Юханна Скофи немножко притихли Стернер ну решил бросить с такого расстояния Коноваленко на месте да вот после такой травмы это хорошо что вот закончился первый круг помните я вам говорил в переносице ему попал Ларс Нильсон хорошо что был выходной и буквально через день Коноваленко уже был в строю вот это конечно удивительно я даже у меня мама врачом была я спросил говорю мам ну как же так если сотрясение какой мог выйти через два дня мама будучи невропатологом она очень удивилась сильно вообще-то говорит он не должен был играть а Третьяк сыграл полностью матч с ГДР третий период с Польшей он сыграл вот с 26 минуты вышел в первом матче первого круга против шведов третий период с Финляндией сыграл третий период сыграл с ГДР второй круг и полностью матч с Польшей провел второго круга так что у Третьяка так в принципе немало немало минут игровых еще один чемпионат они сыграют вместе Коноваленко и Третьяк говорят говорят кстати Коноваленко ну подарил свою двадцатку именно он под двадцаткой играл подарил свою двадцатку Третьяку так это 10 минут кто нашу трансляцию первый раз смотрит пусть не удивляется через 10 минут третьего периода была проводилась смена ворот ну фонг по традиции всегда надо подъехать да по-моему вот с клюшкой стоит это Кристофер Абрахамсон есть я конечно ничего не путаю так 10 минут остается чистого времени играть замерли болельщики в ожидании конечно хочется хочется выиграть у себя на родине я напомню в 62 году последний раз шведы становились чемпионами мира в Колорадо Спрингс проходил чемпионат сборная Советского Союза и сборная Чехословакии в знак протеста не участвовала в том чемпионате мира а почему в знак протеста потому что американцы не дали визы команде ГДР Германской Демократической Республики и в знак протеста социалистические страны не поехали кстати вот канадцев заменили опять-таки форс-мажорно поляки вот на этом чемпионате мира уже 70-го года и канадцы бастовали до 77-го года включительно американцы приезжали а канадцы чемпионаты мира пропускали начинает атаку шведы не получается пока очень строго играют советские хоккеисты очень строго не переходит на игру в два звена тарасов ну или чернышев они как правило совместное решение принимали вот шайба покидает пределы площадки тогда такое было вот в те времена если игра трудно складывалась иногда переходили на игру в два звена но ну вот сейчас иногда переходит на игру в три звена если тяжело да вот как раз Валерий Никитин про которого я говорил вот у него номер 4 это номер Виктора Кузькина Виктор Кузькин вернется через год вместо Паладьева будет играть уже Цыганков под седьмым номером а Паладьев больше на чемпионаты мира не попадет очень он это переживал Евгений Паладьев он не попал на Олимпиаду в семьдесят втором году а мечтал мечтал стать олимпийским чемпионом к сожалению ну что выйдет из зоны шайбы да о неплохая передач как красиво как красиво от Стига Карсена ушел Викулов от силового приема у него тоже такая интересная манера была он держал очень далеко шайбу перед собой казалось что вот-вот легко выбить а ничего не получалось руки волшебные ну вот как тот же покойный Сергей Гемаев говорил мастерюга ну и конечно Мальцев вот просто такую игру выдал на этом чемпионате просто здорово сыграл он московский Динамо весь уроженец Кирова Чепецка ну еще из Кирова Чепецка Владимир Мышкин а еще из Кирова Чепецка Владимир Крикунов который стал тренером потом сейчас московская Динамо тренирует Владимир Васильевич Паладев нет Арна Карлсон даже не гляя на Стефана Карлсона вот Карлсон сделал передачу Карлсону но это не тот который на крыше живет да это другой Карлсон кстати последние несколько сезонов Карлсон вратарь был у Бориса можно играть или все-таки проброс да проброс проброс брасывание вот еще такое правило двух линий было но пока я вот не вижу что чтобы такое произошло вот в этом чемпионате вот в этой игре нельзя было делать передачу из своей зоны а принимать шайбу за красной линией это ну говорили обычные игроки и судьи говорили две линии а официально это называлось офсайт и только в конце 90-х годов отменили это правило причем в международном федерации отменило раньше чем это сделала национальная хоккейная лига Харламов связь Беркова преследует передача на Михайловна в борьбу вновь Харламов Михайлову уронили и Паладьев вот щелчком не пользуется Паладьев старается бросок с кистей нанести ну это так называемый знаете его называли длинный бросок это не совсем кистевой с таким как бы замахом по льду ну и Коноваленко Коноваленко не случайно все таки он попадает в олимпийскую сборную того чемпионата еще раз повторю всю свою карьеру отыграл только за одну команду Торпеда Горький вы знаете до того как он попал в команду мастеров Коноваленко работал слесарем да был слесарем на автозаводе на ГАЗ Горьковский автозавод вот он там работал и вы знаете ну это я я по рассказам просто наших ветеранов знаю что вот ГАЗ и центральный вход висят портреты лучших работников Горьковского автозавода лучшие работники Коноваленко в первых рядах хотя он там на заводе не работал он играл в хоккей а когда сетку сняли ух 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 вот у меня Валентина застала врасплох сейчас вспомним где-то наверное в середине семидесятых сетку сняли хотя может быть вот меня Владимир Шапошников и поправит но она мешала конечно мешала ну что я не стал бросать вот Никитин вновь бросает с неудобной мальцев какую мальцев шайбу забросить еще Никитин и ломается клюшка вот я вам говорил Коха не ломается ломается сейчас вообще вон пластиковые клюшки эти клюшки которые сейчас играют хоккеисты в них ходит кевлар это такой материал который используется в бронежилетах так и все равно клюшки ломаются ну еще про Коноваленко скажу ГАЗ-31 как только вышла машина Волга ГАЗ-31 она выдавалась только в райкомы партии в горкомы партии только исключительно партийным всяким этим шишкам так вот у него была частная ГАЗ-31 у Коноваленко ну я бы тоже наверное из Горького не уехал если бы у меня ГАЗ-31 был в те времена бросок Нильсон прошу прощения Стернер бросил Панквист да это его роковая ошибка была после его ошибки советские хоккеисты сумели размочить Холмкриста забросили шайбу ну а потом уже и Викулов но Викулов там вышел так благодаря блестящему пасу я к сожалению нет у нас повторов вот таких ранних и я не заметил кто же такую передачу сделал по-моему Паладьев тут не не понял не понял полупанов и Викулов ну промешевского не пройдешь промешевский блестящий играл в обороне и вот они с Мишаковым это люди которые больше всех шайбу принимали на себя больше всех таких хоккеистов очень ценил Тарасов ну еще вот у меня тоже такое воспоминание к сожалению тоже покойный ленинградский хоккеист Вячеслав Головин мне рассказывал что когда Ромешевский ну уже закончил его поставили тогда же это все по линии Министерства обороны его отправили в Ленинград руководить нашим СКА ленинградским и тренер он конечно оказался не таким как каким он был игроком но такое не бывает чтобы игрок хороший и тренер хороший это очень редко встречается так вот мне Вячеслав Головин рассказал что ну вот несмотря на то что у него не получалось команды у Ромешевского он когда на тренировках вот он говорит давайте я вам покажу как нужно один в два ну то есть два нападающих один защитник а у него самого только перчатки и коньки все у него даже щитков не было и не могли его хоккеист ленинградского СКА обыграть а потом говорит а сейчас вам покажу как нужно применять силовые приемы и хоккеисту СКА нападающему Александру Андрееву говорит как даст и Александр Андреев покинул тренировку без формы заметьте кстати Тарасов когда умер Ромешевский принял эстафету у него он возглавил клуб золотая шайба клуб где играли детские любительские команды почему любительские ну вот это не спортшколы а вот именно любительские команды там деревни дворы вот так вот такой был распространенный был хоккей такой Игорь Ларионов из золотой шайбы вышел ну можно еще наверное нескольких игроков привести в пример да Игорь Ларионов воскресенский играл в команде Снежинка на золотую шайбу ну что ж 3-1 я извините немножко отвлекся от хоккея Старшинов уходит со своими партнерами вот кому-то цветы несут ну я так понимаю это из оргкомитета это же последний матч чемпионата должно состояться награждение кто выиграет чемпионат кто все зависит от этого матча чихи уже не могут ничего сделать они третьи либо шведы либо наши Якушев Нисон промахнулся мимо шайбы да дворовая команда тут меня поддерживает болельщик Давыдов вот для хоккеиста обороны очень невысокого роста был Виталий Давыдов подумать только защитник ростом 172 сантиметра ну хотя вы знаете вот тоже в том же химике химик играл играет сейчас в высшей лиге вот в прошлом сезоне играл такой защитник Мухин он вообще по-моему 169 если мне память не изменяет ну сейчас это вообще конечно нонсенс так ну что осталось 4 минуты играть в третьем периоде Стернер против Полупанова Ромишевский да вот Ромишевский возглавлял СКА Вениамин Александров который мы уже не видим который закончил еще в 68 вот он приезжал знаете все по линии министерства обороны отправляли дослуживать как говорится либо играть либо дослуживать Шаберг из ЦСКА Цыганков дослуживал Викулов кстати заканчивал свою карьеру в СКА в Ленинграде Сергей Глазов да много-много хоккеистов может быть так не Юрий Глазов а Сергей Глазов Анисин да сын Михаила Анисина Вячеслав Анисин вратарь Толстиков который до 3К играл в ЦСКА но с приходом 3К его сразу отправили в Ленинград я вот все жду когда шведы заменят шестым полевым игроком вратаря вот как-то тогда по молодости я не обращал на это внимание это потом стали говорить вот в НХЛ там вратаря заменяют на шестого полевого в конце матча ну вот а как-то не принято было вот не принято было в любительском хоккее что у наших вот когда наши проиграли Чехом Тарасов так и не проиграли первый матч шведам Тарасов так и не выпустил в концовке шестого полевого теперь вот шведы вот ну может быть сейчас они смогут это сделать не рисковали тренер не рисковали а какая разница да проиграть там 4-1 или все-таки попытаться сравнять счет а вы знаете что про сетки я сейчас почему-то вспомнил вот еще до это где-то наверное 69-й год да ну смотрим Михайлов убегает один на один и ух играющий просто холмпис Борис Петрович не смог забросить шайбу да сразу вспоминаем прошлогодний матч когда сборная Советского Союза играла 3-2 Михайлов две шайбы забросил и одну передачу сделал так вот по поводу сеток в Лужниках иногда вот эти сетки не вешались а карманчики такие были но это конечно смешно так вот шайбу бросит верхом и она в этих карманчиках застревала ну что Паладьева удаляет да Евгения Паладьева удаляет на две минуты ох тут уже все готовят юзэн хоккеисты поздравлять победителей мирового чемпионата мира сколько последняя минута пошла ну вот сейчас смотрите бросование в зоне сборной Советского Союза почему Арнестр Трюмберг не меняет вратаря на шестого полевого почему ну вот видите вот такой хоккей ну да разница в две пропущенных шайбы но все равно а вдруг вот удалось бы одну шайбу забросить а потом сразу вторую ну а так пятером конечно трудно ох как здорово Давыдов коньком сыграл подпускал шайбу шведский нападающий у него между коньков Виталий Семенович сыграл надежно Полупанов увидел сейчас Мальцева Старшинов и отличный переход да Мальцев конечно красавец вот я говорю что он в этом чемпионате играет играл крайнего мог сыграть центрального кто-то кто-то из журналистов посчитал сколько так что у нас по-моему а в сайте да а в сайте кто-то из журналистов посчитал сколько партнеров было у Мальцева за всю его хоккейную карьеру и что-то насчитали там порядка 80 представляете себе с кем бы Мальцев не играл он всегда был на высочайшем уровне на высочайшем ну и конечно братья Голиковы во многом Мальцевы обязаны он многому их научил когда они пришли ну они пензенские вообще но они сначала попали в химик ну что ж да вот звучит финальная сирена сборная Советского Союза набирает 18 очков и становится чемпионом мира в седьмой раз нет сейчас скажу в восьмой раз подряд да восьмой раз подряд и десятый раз всего самый первый чемпионат мира 54 года в Стокгольме в том же вообще Стокгольм для нас был счастливый город мы там выигрывали чемпионаты мира очень часто ну а сейчас так награждение награждение должно быть вот выкатывает ковровую дорожку вот какой юный хоккеист смотрите в форме сборной швеции вот знать бы фамилию кто этот мальчик может он потом действительно за сборную швеции играл клюшки прямые у наших у всех прямые клюшки у шведов почти у всех вот я только успел заметить у Хедберга чуть-чуть загнут был крюк нет-нет Владимир с загибом у наших никого не было так выходит а сначала гимн гимн Советского Союза гимн нижняя гимна Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, заслуга его велика в том, что сборник Советского Союза выиграл этот чемпионат. Ну, и сейчас должно быть награждение. Должно быть награждение. Тогда в федерации международный хоккейный руководил Джон Аккерн. Вот, по-моему, он сейчас и на ковровой дорожке. Да, Джон Аккерн. Полысиня сразу определил. Определил. Ну, что скажет-то? Вот все это, видите, дарят болельщикам. Конечно, шведы расстроены, болельщики шведской расстроены. Хотели они видеть своих. Дарят болельщикам. Я вижу, массажист. По-моему, речь не получилась у Джона Аккерна. Да, сынки, да. Ну, и Вячеслав Старшинов получает, друзья, два кубка. Один кубок за выигрыш чемпионата мира, а второй за выигрыш чемпионата Европы. Вот почему два кубка. Вячеслав Старшинов. Да, дебютировал в 63-м. Тут многие, кто начинали в 63-м. Ну, и, конечно, это первый титул Владислава Третьяка, нынешнего президента Федерации хоккея. Так, а медали где? А где медали? Вот, да, Джон Аккерн. Берейсон Аккерн. Ну, медали сказали потом. Да, не очень хорошо, конечно. Награждение организовано. Может быть, знаете, организаторы так рассчитывали, что там своих. Вот обнимается Петров с Олегом Белаковским. Шадрин. Рядом, вот, поздравляю этого Якушев. Шадрин. И кто-то еще должен быть из запасных игроков. Ну, я увижу, обязательно вам сразу назову. Ну, и Ларш Шобер. Конечно, расстроен. А вот теперь Тарасов. А вот это тяжело. А Тарасова качать тяжело. Звучат позывные чемпионата мира. Вы знаете, интересно, вот два раза чемпионат мира в Стокгольме прошел. Эмблемы разные, а позывные одинаковые. Что в 69-м. Вот еще раз покачать Тарасова. По-моему, Чернышова тоже качали. Ну, сложно, конечно, сложно. Тоже, к сожалению, Анатолий Владимирович Тарасов. Нет живых. В 95-м году он, она. Еще раньше умер Чернышов. Да, 8 раз подряд сборная Советского Союза выигрывает звание чемпиона мира. Потрясающий результат. Ну, а всего я уже забегаю вперед, тогда скажу, 9 раз подряд еще на следующий год мы выиграем чемпионат мира. А в 72-м, вот да, Чернышов в шапочке, а в 72-м проиграем Чехословакам и 10 раз не получится. Подряд 10 раз не получится. Фото на память. Вот сейчас я постараюсь вам, ну, смотрите, когда фотокорреспонденты, естественно, снимают. Сейчас я постараюсь. Вот, пожалуйста, Мишаков справа. Его обнимает Шадрин, Белаковский, ну и... А, вот Овсеенко, это вот ближник, который самый ближником, который обнимает Мальцева. Ну, а там, наверное, члены делегации просто, да. А вот Чернышов присоединился. Да, там, может быть, и представители госбезопасности, да, таких называли дядя Вася. Да, 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 обязательно присутствовал на любой, с любой командой советской, которая выезжала за рубеж, присутствовал обязательно представитель КГБ. И звали его хоккеисты. Продолжение следует...